Бизнес-помощник Региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» проходит в Прямурье второй год подряд. Вместе с ним в Точке кипения стартовал Всероссийский форум «Территория бизнеса. Территория жизни». На одной площадке встретились больше 200 бизнесменов, экспертов, представителей власти и общественников, чтобы обсудить актуальные для предпринимательской среды проблемы. И это была не просто встреча. Программу мероприятия дополняли обучающие площадки, тренинги и мастер-классы, как вывести товар на зарубежные рынки, как при этом сохранить интеллектуальную собственность, как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес. Ответы на эти и многие другие вопросы амурские бизнесмены получили от федеральных экспертов. Но, пожалуй, главной интригой этого важного для Амурского бизнеса дня стали итоги регионального этапа премии «Бизнес-успех». За звание лучших боролись предприниматели из разных сфер, будь то сельское хозяйство, медицина, цифровые технологии или маркетинг. В том числе и Антон Моисеенко. Сейчас в его компании больше 20 человек – это дизайнеры, копирайтеры, SMM-менеджеры, веб-разработчики, маркетологи и фотографы. Но начиналась работа совсем с других масштабов. В нашей компании 25-го года. Начинали мы в феврале 2017-го. Получается, был маленький кабинет, 24 квадрата, начинали вчетвером. Сейчас у нас уже более 25 человек. Работаем по Хабаровску, работаем по Москве. Планируем в ближайшие два месяца прийти в Калининграде. Там уже есть партнеры. Занимаемся маркетингом, SMM-продвижением, созданием сайтов, брендингом, продвижением крупных компаний. То есть различные направления в рекламе и маркетинге. Антон вспоминает, открыли офис сразу, как только подписали первый договор с клиентом. Были и страхи, ведь пришлось рисковать. Но цель оправдала все средства. Сейчас компания занимает стабильное место на рынке и пополняется новыми заказчиками. Умение идти на риск – одно из важных качеств предпринимателя, говорят федеральные эксперты. За годы существования премии «Бизнес-успех» они посетили больше 80 регионов. Говорят, возвращаются только туда, где хорошо выстроена работа власти, бизнеса и общества. В Амурскую область вернулись. Отмечают, что у нашего бизнеса есть своя четкая специфика. У нас происходит, опубликовали данные федеральной налоговой службы, 10 августа обновилась. И произошло падение количества предпринимателей по России почти на 4% и число занятых на 5%. Амурская область единственная, наверное, из дальневосточных. Этот показатель упал всего на 1,6% в среднем, если брать. То есть, наверное, вот эта вот обобщенная цифра, она больше показывает специфику. То есть, это как раз таки то, что люди уходят от ИП по этой статистике и больше открылась юридических лиц. Без поддержки властей бизнесу просто не выжить, резюмировали на форуме. По мнению приезжих гостей, в Преамуре в этом направлении идет усиленная работа. Предприниматели могут рассчитывать на несколько видов поддержки. У нас создана в этом году микрофинансовая организация. Малый бизнес может получить льготные кредиты под ставку 3,8%. Мы активно работаем с дальневосточной лизинговой компанией. Также предприниматели могут получить по нижним ставкам оборудование. Если это российское оборудование, 6% годовых. Если оборудование иностранного производства, 8%. В этом году мы планируем открыть бизнес-инкубатор. Отдельно хочу рассказать о таком направлении, как административное давление на бизнес. Мы последний год активно работали с коллегами из федеральных контролирующих органов. Мы значительно продвинулись в этом вопросе. Конечно, еще есть над чем работать, но я чувствую взаимопонимание и чувствую хорошую обратную связь от бизнеса. В финале регионального этапа премии «Бизнес-успех» за победу боролись 17 амурских предпринимателей. Каждый из них презентовал свой кейс, а жюри выбирало лучших в 8 номинациях. Одна из них – лучшая муниципальная практика поддержки предпринимателей. Победа, а вместе с ней миллион рублей, достались городу Шимановску. Лучшим молодежным проектом признали компанию Дениса Рогова «Портал VR». За последние годы, признается Денис, его бизнес сильно изменился. Из небольшого клуба превратился в компанию, которая работает сразу в нескольких направлениях. Мы достаточно сильно расширились, то есть мы переехали в новое помещение, новое пространство. Сейчас собрали один из самых больших клубов виртуальной реальности в России, привезли новое оборудование, полностью его обновили. Выросли как показателем выручки, так и по новым клиентам. Параллельно занимаемся съемком видео в 360, разработкой приложений под виртуальную реальность. То есть у нас такая компания становится более многопрофильной, которая работает с виртуальной дополненной реальностью. Параллельно у нас сейчас идет открытие клуба в Белогорске. В середине сентября мы откроемся там, и на октябрь есть планы открытия в свободном. У Дениса есть своя успешная предпринимательская практика, и он на собственном примере доказывает, неважно, насколько далеко ты живешь от столицы, если есть цели, можно добиться абсолютно всего. Сейчас его компанию знают во многих городах России. В будущем в планах есть выход на другие регионы. В России есть как бы спрос на это, то есть мы смотрим на рынки Москвы, рынки Санкт-Петербурга. Там нет каких-то сильных предложений, с которыми мы бы как-то прям существенно конкурировали. Есть предложения, у кого больше денег, то есть они просто вбухивают, но не совсем рационально. То есть мы в этом плане решили сначала открыть несколько филиалов, провести этот процесс полностью, посмотреть какие-то алгоритмы, какие-то ошибки, может быть, совершить, а потом построить нормальную универсальную модель, которую мы сможем транслировать на дальнейшие регионы. Однозначно план таки есть. Лучшим производственным проектом стала компания Дмитрия Едыкина «Амурская индейка». Это крупнейший производитель диетического мяса на Дальнем Востоке. Победу в другой номинации лучший женский проект одержала Мария Трунова, диагностический центр «Кайдзин». А лучшим экспортным проектом жюри назвала компанию Татьяны Капустиной «Тайга органика». Со сцены Татьяна призналась в бизнесе достаточно давно, но ключевым до роста стало участие в Восточном экономическом форуме. Туда она повезла свою продукцию – мед. И так вышло, что именно им в павильоне угощала глав двух стран – президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Говорит, это была лучшая реклама, потому как весь товар моментально скупили с прилавков. Сейчас продукцию экспортируют сразу в несколько стран. Это и Китай, это и Южная Корея. Как я сказала, вчера подписали с Тайванем. Это не Китай, кто не знает. И сейчас ведутся переговоры с Сингапуром и Германией. И сейчас наши дистрибьюторы в Южной Корее договариваются, чтобы мы встали в магазин «Идете фритюли». У нас увеличился ассортимент с 30 позиций, сейчас 70-80. Мы стали выпускать чай, мармелад. В дальнейшем пастила у нас появятся в нашем ассортименте. Плюс мы сейчас активно будем развивать франчайзинговые направления. Будем открывать подобные медовые домики с нашей продукцией в других городах, даже, можно сказать, и странах. В номинации «ЗОЖ» лучшей стала компания «Савита» Анастасия Тимофеева. Она специализируется на здоровом питании. Лучшим социальным проектом назвали «Радугу детства» Ксении Егоровой. Но среди этих номинаций была еще одна особенная. Это народный предприниматель. Его определили голосованием. И больше всего голосов набрал Сергей Смородников и компания «Агросоюз ДВ», в которой он является коммерческим директором. Его редко можно встретить в кабинете, но сегодня именно тот случай, говорит не офисный работник, полевой. Наш бизнес уже более 15 лет. Мы занимаемся сельским хозяйством. У нас было и животноводство, более 3000 австралийских коров. Общий объем земли у нас на данный момент примерно 66 тысяч, но используется пока 20. По нашей стратегии до 2022 года мы хотим выйти на объем 30-ку, на 30 тысяч гектаров земли. Соответственно, это и кукуруза, и соя, и пшеница. Плюс хотим по молочному направлению посмотреть базу, где была фирма, она сохранена. Тем более мы знаем, что сейчас очень хорошо субсидии получают от государства, от области. И в планах это есть. Сельское хозяйство – это очень рискованная сфера со множеством подводных камней. Например, летом, по предварительным подсчетам, только в хозяйстве Сергея затопило порядка 40% полей. Говорит, трудности его давно не пугают. Иначе столько лет попросту не смог бы держаться на плаву. Вообще все участники премии «Бизнес-успех» вряд ли боятся проблем. Они ищут решения. Подобные мероприятия для них не просто образовательная площадка, но и место, где можно найти деловых партнеров и обратиться к власти. Здесь именно такая некая философия, концепция, что мы проникаем в умы людей, которые, возможно, хотят стать будущим предпринимателем, заниматься этой деятельностью. Возможно, те бизнесмены, которые уже сейчас на какой-то стадии увидят какие-то решения для себя. Ну и сегодня была такая достаточно очень теплая атмосфера, где видели коллеги какие-то социальные проекты, решения, которые принимались. В общем, делиться опытом, вдохновляться идеями – это одна из целей таких мероприятий. Все победители получили не только статуэтки, но и престижные обучающие бизнес-программы. А самое главное – мотивацию на дальнейший рост. Ведь опускать планку уже точно нельзя. Только двигаться вперед и покорять новые вершины предпринимательства. Продолжение следует...